Обожаю граждан, называющих себя патриотами, помните, в одном из прошлых выпусков рассказывал, как в Екатеринбурге люди протестовать, вышли против строительства очередного храма, под это дело еще целый сквер, выкосить собираются, написал какой-то православнутый, мол, вру я все, наговариваю на правильных товарищей, почти цитирую. Что ж ты честный автор ролика, честный в кавычках, забыл упомянуть, что после строительства храма деревьев будет посажено больше, чем их растет сейчас, отвечаю гражданину, в том-то и дело, что будет, вот оно ключевое слово, лично я уже не верю этому будет. У нас постоянно обманывают граждан под данным предлогом, мол, будет лучше президент, он год назад лично всем пенсионерам обещал, после принятия пенсионной реформы пенсии увеличат, с января будет надбавка в тысячу. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсии по старости для неработающих пенсионеров, в среднем на одну тысячу рублей. Где она, та надбавка в тысячу? Если вы не пенсионер, вы поспрашиваете у своих родных и близких, получающих пенсию, сколько им добавили, поэтому это ваше будет, засуньте себе в одно место. Вот сперва пусть сделают, в смысле посадят те деревья, а потом меня критикуйте. Если верить всем будет, то я уже девятнадцатый год при коммунизме живу так-то. Начинаем. Еще один момент, я все про строительство храма в центре Екатеринбурга. Слушайте, вот сторонники возведения святой обители, они же богоугодное дело вроде как делают. Хорошее, доброе, тогда объясните мне, бестолковому, господа божьи люди, как же так получается, что хорошее, доброе и богоугодное дело сопровождается такими вот выступлениями? Я не знаю, в какого бога верите вы, но лично я, когда принимал веру, слышал от батюшки в возлюбии ближнего своего и в той Библии, которая есть у меня, нет таких слов. Стая трусливых шавок, дятлы. Русофобы! Покайтесь! Русофобы! Русофобы! Руки прочь от храма! Кстати, а вы в курсе, что я немного знаком с популярным ютюбовским топовым блогером Бытили? Это вот этот вот парень? Не здорово. Как бы странно это ни звучало, но зависть в некотором своем проявлении выступает двигателем прогресса. А кто-нибудь из вас знает, почему этот человек не показывает своего лица? Ну попробуйте угадать. А потому что пережил попытку нападения. И, внимание, вопрос. А кто ж нападал-то на Бытия? А я вам отвечу. Те, кто называют себя православными братьями. Ну есть такая организация у нас в стране. Православное братство, а налетали за то, что позволил себе критику РПЦ. Я в данный момент и сам понимаю, что рискую нарваться на таких добрых людей. Поэтому спрошу, господа православные, если Бог учит нас любить и уважать друг друга, творить добрые дела, как выше сказал, почему эти добрые дела нередко делаются через ненависть? Или варианты в морду? Почему противников строительства храма в Екатеринбурге обзывают, унижают? Знаете, я однажды ехал в аэропорт Домодедово в Москве. Это было на следующий день после ужасного теракта в 2011 году. 24 января 2011 года в зал прилета без особых проблем прошел террорист-смертник Магомед Евлоев. Таксистом оказался парень-мусульманин, и я задал ему вопрос, неужели Аллах действительно учит ненависти, заставляет убивать людей, что это за вера такая? Парень мне ответил. Аллах этому не учит, то, что творят те нелюди, к учению Всевышнего не имеет никакого отношения. Они просто прикрываются его именем, более того, сказал мне этот человек, ты думаешь, что у тебя один Бог, а у меня другой, ты не прав. Бог един, просто мы его называем по-разному, и я с тебя, как со своего брата, не буду брать денег за эту поездку, замолвай за меня словечко перед Господом при случае, например, когда будешь молиться в следующий раз. Это реальная журналистика, поехали! Слушайте, не мог пройти мимо вот этого, коллеги из Иркутска прислали, там есть такая телекомпания ТВС, короче, все оппозиционные журналисты города, хотя не так, все нормальные журналисты города, те люди, кому не безразлична судьба страны, уставшие от вранья и бреда, которые спускают из пресс-служб мэра и губернатора, объединились и создали свое настоящее ТВ. Фрагмент одного из выпусков, ребят, хочу вам продемонстрировать, они не снимают новости, то, что делают, называют информационным шоу, в котором высмеивают происходящее, шутят над цензурой и своими трусливыми коллегами, ну и над чиновниками, конечно, куда ж. Без них, внимание на экран. Популярный рэпер у нас в регионе тоже есть, но вдодна из них Галина Харитонова уже готовится присоединиться к эфиру. Пока давайте посмотрим ее клип, который потряс не только Иркутскую область, не только наших ближайших соседей, но даже федеральные центры моего коллегу Андрея Малахова. Нет работы, нет работы, есть заботы, есть заботы, знаю кто ты, жизнь одних лофот, и ты шуруешь до работы, а я пенсию беру и ее фу-фу, и мой внук на это бабло возьмет себе трубу, я могу предоставить чек, что я вам не вру, закрывая глаза, уши я Малахова смотрю, я Малахова смотрю, чтобы подружек поддержать, самая смешная, друзья, тут даже комментировать ничего не нужно, все как есть. Это Артем Голланов, музыкант сатирии, как сам себя называет. Артем, здравствуйте, спасибо, что пришли. Ну, первый вопрос, не могу не задать его, скажите, как к Путину-то относитесь? Хороший вопрос. Я надеюсь, нас сейчас не смотрит ни Роскомнадзор, ни полиция. Давайте вот так, искренне. Я бы сказал, емко, я его не поддерживаю. Не поддерживаете? Нет. Господа, это журналисты из региона, те журналисты, которые всегда считались самыми зашуганными, самыми затюканными, боящимися лишнее слово сказать, потому что зависят от феодала-чиновника. Как правило, вот вам пример, вот они, люди, которые не хотят больше бояться. Я к вам сейчас обращаюсь, коллеги из Москвы, из Подмосковья, из Екатеринбурга, из Питера, из Новосиба, наконец не устали врать-то еще. Рассказывая людям сказки всякие, вроде только благодаря нашему незаменимому мэру, товарищу Пупкину, мы совершаем рывок за рывком, а губернатор так вообще помазанник, а уж царь-то, ой! Это какой рывок-то мы совершаем подобного плана? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Я не знаю, как вам, а мне такие кадры смотреть обидно. Мне обидно, что на мою страну какие-то хапуги превращают в руины, а мои соотечественники в это время спокойно за он им наблюдают и бормочут. Ну и что, зато у нас там вот что-то будет, дяденьки пообещали, не будет. Для того, чтобы что-то было, нужно созидать, а не болтать об этом по телевизору. Вон он, завод в Красноярске, 70 лет работал, в том числе во время войны, после, а сейчас его сносят. Так что взамен? Болтовня себе Киселева и Соловьева, сходи, обменяй эту болтовню на какой-то товар в магазине. Ах да, пошлют же тебя оттуда, куда подальше, с пустыми-то руками. Так какого ж ты веришь-то этим сказочникам? От твоей страны почти ничего не осталось, а ты все живешь иллюзиями. Лишь бы не было войны, не будет войны. Обрадую я тебя, завоевывать уже нечего. Все. Это была реальная журналистика, сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка сверху больше, серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать, там тоже есть что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться, пока. Пока! Здравствуйте. Дохните в промо-толкотикера. У вас 1,8 промилле, вы в алкогольном опьянении. Вы в алкогольном опьянении. Извините за ошибку. Счастья милого пути, друг. Продолжение следует. Продолжение следует.